Всем привет, это Макс, и сегодня бы я хотел поговорить об авиации и авиационных симуляторах. Ну, будучи пилотом и энтузиастом в мире авиационных симуляторов, мне достаточно близки два этих мира, и мне легко проводить параллели между ними и видеть, может быть, как какой-то из этих миров влияет на другой и, соответственно, наоборот. Ни для кого не секрет, что современные пилоты проходят свой тренинг во флайт-симуляторах, да, то есть это Full Motion Flight Simulators Level D, это такие большие кабины самолетов, по сути, закрепленные на подвижных платформах, например, в Соединенных Штатах, часто проходя переподготовку на конкретный тип, человеку сразу вносится отметка в пилотской, и он готов выполнять полет на данном типе самолета. Чтобы пилот вышел максимально подготовленным к реальному полету из такого тренажера, из такого симулятора, этот симулятор должен быть максимально реалистичным. Если разобраться, то три вещи делают его максимально реалистичным для пилота. Это окружение, то, что окружает пилота, то есть он видит, что находится в настоящей кабине, видит настоящие органы управления, видит настоящую авионику. Второй момент – это он видит происходящее за стеклом, не на плоском экране, а, трудно сказать, это какая-то такая сферический такой экран, который не дает особых искажений, позволяет видеть пространство вокруг себя в достаточно широком угле обзора. И другой момент – это загрузка органов управления. То есть органы управления в таких симуляторах делаются максимально, по характеристикам, максимально соответствующие тем, которые он потом встретит на настоящем аэроплане. Загрузка, или как на английском force feedback, обратная связь и загрузка органов управления дает пилоту дополнительный уровень погружения, потому что он чувствует, что самолет ведет себя так или очень похоже, как он вел бы себя в реальной жизни. Я бы не сказал, что подвижная платформа играет какую-то очень важную роль в создании, в погружении пилота в эту атмосферу, потому что реализация различных G-forces, или перегрузок, разнонаправленных в симуляторе, достаточно проблематична. И на некоторых этапах, например, как на рулении, большинство пилотов, наоборот, укачивает от этого. Говоря о симуляторах, которые доступны для широкой публики, ну то есть симуляторах-играх, которые можно запускать на персональных компьютерах, то, как мне кажется, раньше была огромная пропасть между полетом в настоящем самолете и полетом в таком симуляторе. Причем это можно было видеть на примере людей из мира авиации и из мира симуляции. Так скажем, если взять пилота, летающий на определенном летательном аппарате, самолете или вертолете, и поместить его в эту среду, в этот симулятор, то он сталкивался с одной из первых проблем, это визуализация. Мир переставал быть привычным для него, потому что он не мог определить расстояние через плоский ограниченный экран, в котором весь мир, к которому он привык, был сжат с определенным коэффициентом. И он не мог определить расстояние до объектов за самолетом, не мог определить высоту над землей, высоту начала выравнивания, как-то посмотреть в сторону, сориентироваться относительно наземных ориентиров. И такая же была проблема для людей, которые приходили из мира симуляторов и начинали летать. И у них была та же самая проблема, потому что они привыкли видеть мир на плоском ограниченном экране с определенным коэффициентом искажения. И также определять высоту и расстояние. И теперь им приходилось отказаться от этого коэффициента и научиться видеть то, как это должно выглядеть в настоящем мире. Почему я говорю раньше? Раньше, потому что сейчас проблема номер один, погружение человека через визуализацию с приходом новых технологий, таких как виртуальная реальность, шлемов виртуальной реальности, эта граница, она практически стерлась. Но это в теории. И для того, чтобы проверить эту теорию, я притащил свой компьютер, шлем виртуальной реальности, органы управления, такие как джойстики, да, притащил на северку и собрал пилотов, которые летают на настоящих самолетах, многие из них даже не имеют опыта полетов на симуляторах, и дал им попробовать. Результат превзошел в мои самые смелые ожидания. Действительно, люди погружались настолько, они видели себя в этой кабине, они могли осмотреться, они легко могли определять высоту над землей, могли определять расстояние до каких-то ориентиров, скажем, деревьев на земле, расстояние до полосы, могли посмотреть в сторону и сориентироваться относительно наземного ориентира, когда им выполнить разворот в сторону полосы, и многое-многое другое. В один голос все говорили, что абсолютно верят в происходящее. Вы слушайте, как здорово, а? Вот это уже похоже, прям, блин. Вы же ощущаете полет его как не так, как на экране монитора? Да. Знаете, у меня прям возникают эти ощущения. Ну, ты мне скажи просто, ты сейчас пока там, скажи, как ты. Ты чувствуешь, что ты, как бы, летишь? О, да! Есть ощущения? Я прям вижу, и причем видно, что хорошо видно дистанции. То есть видно, то есть сразу можно, как бы, ну, видишь, видишь расстояние до объектов, видишь высоту очень четко. Первое, что отличается от плоского экрана, тем, что видно расстояние. Потому что у тебя нормальное бифокальное зрение получается. Да. И, соответственно, можно совершенно спокойно взять и похулиганить. Ну, кстати, очень, очень реалистично. Потому что можно посмотреть в бок. Тут еще, как бы, вторая фишка, особенно, когда летает, что она сложная, пространственное положение. Не, ну, похоже на самолет на настоящем? Вообще прям похоже очень. Это же так. Ну, давай, ты же покупай вверх. Нет усилий на руле и освещение перегрузки. Ну, так, да. Дестибуляр отрабатывает тоже немножко. Ну, да, дает тебе ощущение такие фантомные, да? Да, 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 да. Все, спасибо. Как оттышаться. А! Эффект остановки, да? Да. Ничего себе. Так, дайте тебе чуть-чуть кабинки, смотри. Давай. Но, согласись, вот смотри, с точки зрения, вот ты испытатель, да? А фактически, вот надо, например, полететь, там, не знаю, на Миг-3, на еще чем-то, да? А согласись, что это такая штука, которая тебе дает понять трехмерную кабину, и ты уже, у тебя глаза бегут туда, где ты ожидаешь увидеть эти приборы или еще что-то. Да, да, здесь точно так, да. Все, здесь прям привыкание в то, что надо. Открутить фонарь. Таким образом, использование виртуальной реальности в offline-симуляторах дает то самое необходимое, как погружение, которого не хватало раньше. Мы видим кабину, мы видим то, что у нас за остеплением кабины. Единственное, что нам по-прежнему не хватает, это органов управления с обратной связью. И тут одна из главных проблем. Эта отрасль по производству органов управления с обратной связью не развивается уже очень долго. У нас нет джойстиков в Force Feedback, у нас нет педалей в Force Feedback. И, как мне кажется, проблема не в том, как говорят некоторые производители, джойстиков, что рынок недостаточно широк и нет смысла производить такие органы управления. Проблема в непонимании, причем в непонимании с обоих сторон, как со стороны производителей, так и со стороны потребителя. В противовес этому очень широко развит рынок устройств с обратной связью для гоночных симуляторов, такие как рули, педали, коробка передач. Все это находит рынок достаточно широкий. Можно найти устройство недорогое, которое имитирует какие-то только эффекты. И практически настоящие органы управления, которые имитируют многокилограммовые нагрузки. Сам производитель имеет опыт управления реальным автомобилем. И потребитель, практически каждый человек имеет опыт управления автомобилем. И тем самым он понимает, что конкретно ему нужно. Какие устройства с обратной связью нужно уметь, чтобы чувствовать себя точно так же, как в настоящем автомобиле. История же с производством джойстика все ровно наоборот. Потребители не имеют достаточного опыта управления воздушным судном. Чтобы сымитировать органы управления обратной связи. А потребители не понимают, как это важно иметь нормальные органы управления с обратной связью. Таким образом мы получаем ситуацию, когда ни производитель, ни потребитель до конца не понимают, как важно иметь органы управления с обратной связью. Которые будут способствовать не только более полноценному погружению в симуляцию, а также будут способствовать более точному, качественному управлению воздушным судном во флайт-симуляторе. Люди, которые играют во флайт-симуляторах, летают во флайт-симуляторах, считают, что устройство с обратной связью это просто какая-то гиковая штука, которая реализует отдачу выстрела от пушки. Но на самом деле это намного-намного больше. Наличие переменной нагрузки, а также плавающего динамического центра позволит наиболее точно управлять воздушным судном, понимать его поведение на всех этапах полета. В надежде сдвинуть дело с мертвой точки я пригласил своего хорошего знакомого, который производит джойстики под маркой BKB, BKB. Пригласил его на аэродром, чтобы дать ему возможность полетать на настоящем самолете, чтобы он прочувствовал, какую полноту ощущений дает управление настоящим самолетом. Чувствуешь, что у него есть инертность у всей этой системы, да? Да. Не, ну сейчас я вижу, вот он просто болтается, как вот грузик на веревочках. Да, но обрати внимание, что он болтается, но чтобы его перемещать, ты чувствуешь, что ни один джойстик, который легкий, да, он не... Вот махни сильный из полностью излева вправо. Это тебе требует усилий, потому что у системы есть момент инерции. Педали поперемещают, да, то есть, естественно, никакого центра нигде, ни в какой помине там, в принципе, нет. Слушай, ну, расходы такие больше еще. Слушай, ну вот, вот, и вот. Или так вот ноги мешают, упирались. Да, так происходит. Не в каждом... Здесь еще и рут тоже. Да, да, не все вращения. Влево, например, тяжелее вращать, потому что у тебя будет рука упираться в ногу, а нога врут, и, соответственно, влево ты не можешь дать полный расход руля по элеронам. Понимаешь? Угу. То есть, это и есть такие нюансы, как... Это жизнь, то есть, это когда тебе какие-то маневры просто неудобно делать физически. Просто физически тебе неудобно в кабине управления совмещать, там, не знаю, со своими ростовыми характеристиками, да, там она не совмещается. Понимаешь? Ну, потом был бы. Сделать четкую остановку и хорошую штопорную, да, тебе нужно прилагать очень резкие и большие усилия, да, то есть, причем, если ты начинаешь штопорную делать одной рукой, то когда ручка срывается, то потоком рули подсасываются в другую сторону, а тебе нужно не дать им туда засосаться, так скажем. Поэтому... Ну, то есть, еще и держишь, да? Да. Вот видите, он... Если ты поделаешь быстро энергичные вращения, ну, или хотя бы просто перекладки по крену, то ты почувствуешь, как ручка, она немножко подпроваливается, потому что центр ездит туда-сюда в зависимости от положения Лерона, в зависимости от местного обтекания. Вот так вот, слышишь? Все это есть. Помни мне, пожалуйста, с чего ты начал. И главное, почему? Вот смотри, у тебя же был рабочий нормальный джойстик Автобионер 2. Да. Зачем ты из него сделал половой, не побоюсь этого слова, джойстик напольный? Зачем? Изначально. Вот что тебе не дало покоя, почему ты решил сделать... Нет, это не вопрос точности, это вопрос эргономики. И потому что так оно было. Не-не, где-где было? Ну, смотри, у тебя был джойстик. Ну, в реальности. Вот. Я сейчас задаю тебе этот вопрос не случайно. Ты же это сделал. Опасу, да? Ты хотел, чтобы было как в реальности. Что с тобой случилось потом? Почему ты начал думать про какие-то кнопочки, как вот эта ручечка? И это все важно. Это все важно, но когда ты уже сделал основной, general control, да? Когда ты сделал основной, в какой момент ты забросил, так сказать, и ты решил не думать о натуральности процесса, а просто работать на то, что можно продавать. Нет, о натуральности думаешь ты, это зря. Здесь не то, что если было можно продавать, совершенно другое делать. Нет. Потому что можно продавать, вот оно на всех полках в супермаркете, 15 долларов лежит. Нет. И продается очень хорошо. Ну, допустим, мы сейчас вернемся к тому, что есть же... Ты решил вот, да, сделать большой груз, да? Согласен. Я полностью согласен, что есть, что версия для стола, как сайт-стик, имеет полное право на жизнь, и она должна, и должна, и обязательно будет. Должны быть среднего размера джойстики, должны быть напольные джойстики. Это все верно. Но вот сама, вот ты начал же от чего, да? Помнишь, у тебя первые даже мысли были, когда ты построил большое, ты начал думать, надо же как-то придумать с его загрузкой, начал там думать, а потом в какой-то момент как бы все это тяга к реальности. Нет, смотри, я тебе скажу, здесь на самом деле я живу в таком мире, где все время надо компромисса. Здесь все время выбираешь не то, что между добром и злом, выбираешь всегда между злом, чтобы сделать такое, чтобы вообще все не испортить. Поэтому, если, например, сделаю джойстик, который вот будет офигительный, и который вот профессионалы, профессиональные летчики скажут, все, то, что надо, самый прикол, что я его не продам, потому что такой джойстик нужен будет только профессионалам. А я с тобой не согласен. А потому что цена у него будет другая. Нет, подожди. В первую очередь... Вся цена, как мы знаем... Потому что это такой джойстик, он будет требовать и места. Потому что под него как бит надо будет делать, потому что нельзя джойстик, который там усилила ручки по 10 килограмм. А, ну, например... Форс Фидбэк. Да. Макрософ Форс Фидбэк. Которому уже лет... Не знаю, сколько... Который сладок, как рассказал... Двадцать с лишним лет. Главное. Это настольный джойстик с Форс Фидбэком, который имеет... Но его изначально целью было что? Изначально его целью было создать эффект... Не эффект, наверное, да? И иллюзию работы ручки настоящего аэроплана. То есть без загрузки он просто болтается. С набором скорости он становится более загруженный, более упругий. Почему ты отмел эту идею? Потому что реализация не очень хорошая. То есть, значит, 20 лет назад инженеры могли сделать? Не-не-не, не по этому. Они нормально не сделали. Потому что Форс Фидбэк джойстику не может вот так вот толчками работать. Я чувствую вот эту неравномерность. И все. Ну, я же говорю, что... Для меня это важно было. Отвечать мне стал обладатель Microsoft Форс Фидбэк джойстика. Кстати, да, у меня есть Microsoft Форс Фидбэк. У меня есть. А у меня? Я хочу сказать, что когда я начинал свою верпильскую карьеру... Или ладно, трудно скоро. Когда моя верпильская карьера была там, где близко к пику, мы целым сквадом переходили на этот джойстик, когда один его расчухал. И сразу вот эта вот волна пошла. И что вот переходя на этот джойстик, ты опять выбирал между зол? Нет. Потому что Форс Фидбэк там есть, это хорошо, но он не такой, как для холеста. Он был офигенно точный. Самый точный на тот момент. Он давал прекрасное ощущение обратной связи при правильно программировании со стороны симулятора. А это я в тот момент сделал. И именно благодаря его фичам удалось как раз сделать правильную загрузку, что вот как Максим сказал, что я могу варьировать этот диапазон загрузки от полностью болтающейся ручки, да хорошо тяжело нагруженной. У него самая большая нагрузка из всех джойстиков, на настольных, которые я в принципе знаю. То есть тяжелее него нет ничего. А, ну как у Арбер. Но Кагуар был плох по той причине, что у него была ступенька в упоре, в центре. И когда ты делаешь бочку, например, и тебе надо... Сорс-сидлингом это вообще... Тебе надо это компенсаторное руление, когда надо немножко в противоохот и вернуть в центр. На Кагуаре это было невозможно сделать, потому что ты пробивал эти бым-бым-бым постоянно. Вот. С Microsoft с джойстиком этого в принципе не было. То есть он очень плавный, он вокруг нейтрали ходил. И у нас все пилотажники, которым было очень важно прецизионно крутить фигуры, переходили именно на него по этим причинам. Потому что мягкая загрузка, прекрасная точность и офигительные усилия. Ну, еще раз, если бы я был веселым самоделкиным, я бы сделал все что угодно. Ты же бы никогда не обращал... Ты же был никогда веселым самоделкиным. А можно... Нет, я был неуловимый Джо. А можно... Неуловимый Джо. Хорошо. Веселому самоделкину заказать хотя бы десяток таких устройств. Вот я буду первый, кто будет. Так... Во-первых, будет на самом деле много, но просто человек не верит. А не верит он почему? Потому что он не летая строит джойстики. Да, то есть... Потому что джойстик на самом деле он из разных веществ. Должна быть нормальная электроника, и дизайн должна быть нормальная. В этом ты лучше всех. Докажи нам, что ты в джойстике лучше всех. Понимаешь? Макс, я пошел делать джойстик, выпусти меня. Ладно, сейчас так и быть. Посмотри мне, чтобы мне это не пустые обещания, а то не покажу, как выпуститься. Ну и хотелось бы подытожить. Мне кажется, что современные симуляторы, с учетом использования виртуальной реальности, а также органов управления с обратной связью, которые, я надеюсь, все-таки возникнут, очень сильно поспособствуют подготовке людей, тех, которые в последующем хотят связать свою жизнь с небом или просто летать для удовольствия, использовать это как хобби. Как мне кажется, это сократит время обучения, поспособствует более качественному обучению пилотирования настоящего самолета, ну и также поможет всем остальным получать удовольствие от полетов в симуляторе. Спасибо, что выслушали и посмотрели. Увидимся.